тогда как построим беседу сначала я спрошу тебя о том почему ты откликнулся на мое сообщение потом я расскажу что я задумал это займет 15 может быть да а потом я буду больше задавать тебе вопросы и слушать тогда расскажи почему-то откликнулся видишь тема мышление она центральная сейчас наступает центральная тема мышления на центральная для меня сейчас в жизни она центральная для технологий терем тисак потому что первое как ты помнишь первый пласт технологии то том как мы договариваемся договариваться не развивая мышление не получится не получается, не получится. Это мое предположение и моя базовая гипотеза. Поэтому вопрос мышления, он для меня чрезвычайно базовый и основной. Я вообще думаю, что смысл жизни человека развивать свое мышление, развивать культуру своего мышления вообще. Поэтому, зная тебя как человека чрезвычайно пронзительного, умственно-дисциплинарно отточенного, мне очень интересно, конечно же, с тобой пообсуждать эту очень непростую, немаленькую тему. И я ожидаю, у меня есть свои наработки, с которыми я с радостью поделюсь с тобой. И мне хочется услышать твои наработки и в этом смысле перепылиться. Это понятно. Хорошо, давай я расскажу, что я нас задумал. Давай. Я в жизни много занимаюсь деятельностью, в которой я консультирую людей и вместе решаю задачи. и чем дальше, тем больше у меня возникают затруднения в том, чтобы работать с людьми. Ну, в смысле, все больше моих сил уходит на то, чтобы не решать задачу, ради которой мы собрались, а на то, чтобы помогать людям добрать инструменты, которые позволят им видеть то решение, которое я вижу. Ну, то есть, я заметил, что много в взаимодействии с людьми. Я уделяю времени и сил не тому, ради чего мы собрались, а тому, чтобы помочь людям в некотором смысле оказаться способными делать то, ради чего мы собрались. И это происходит и в деловом, и в личном общении. В чем счете упирается в мышление. Где-то на днях должно наступать 20 лет, ну, где-то в обозримом периоде времени 20 лет, как и целенаправленно занимает свое мышление. То есть, примерно 20 лет я понял, что мое мышление это нечто, с чем я могу работать осознанно, человечество я могу менять. И это изменение было сложным и часто болезненным. В общем, ускорилось, когда в моей жизни появились наставники, которые стали подсказывать мне решения, которые уже существовали, были выработаны человечеством за долгое время. но которые к которым у меня не было доступа, о которых я не знал. я проделал большой путь, как мне кажется. То есть, сегодня, когда я общаюсь с людьми, похожими на меня в прошлом, я вижу большую разницу, и я подумал вдруг. Ну, и в последнее время все чаще после каких-то взаимодействий люди спрашивают меня, где почитать о тех методах мышления, которые я использую, как это, можно ли этому научиться, как так. Ну, часто это просто выглядит, как так-то до этого додумался, как так-то может эту задачу. И часто, к сожалению, я вижу отношение к себе такое, будто бы у меня есть какие-то врожденные особенности, позволяющие мне думать лучше, чем другим. А я тут думаю, что это совершенно не так. Я думаю, что это, в общем, все наученное и приобретенное. последние два месяца я отдыхал, ну, последние полтора месяца, середина ноября, у меня закончились проекты, и, в общем, ноябрь и декабрь я особо ничем не занимался. И когда я отдохнул и выспался, у меня вдруг настигла мысль, можно ли мое мышление представить в виде набора простых, понятных, обычному человеку конструкции инструментов, так, чтобы он мог их осваивать и использовать. Могу ли я сделать образовательный курс из того, что я сам знаю о своем мышлении. И после пары недель мне кажется, что у меня сложилось представление о том, как это сделать. и мне кажется, я близок к обзору того, что я знаю и понимаю о мышлении, которое для других людей может стать картой, дающей представление о том, что такое мышление в целом и о том, как можно его развивать у себя, чтобы научиться делать то, что умею делать. И в общем, моя цель, вернее, моя задача это сделать продукт из своего мышления, сделать систему передачи своего мышления другим людям. в первую очередь мне это нужно для того, чтобы мне самому было легче общаться с людьми и легче работать с людьми над теми неочевидными задачами, которыми я занимаюсь. Сейчас я, когда я написал пост в Фейсбуке, я хотел обсудить с людьми в общем такой курс, что они по поводу него скажут, скажут ли они по какой-то причине, что это невозможно или не подскажут ли они мне наоборот хороших способов сделать такой курс. И второе, я хотел больше услышать людей относительно того, зачем они хотели такой курс пройти, зачем они хотели бы его получить. Когда я думаю об этом курсе, я хочу сделать этот курс раз еще скажу одну мысль. Курсов по мышлению много, разных. И я заметил вдруг, когда я начал смотреть, мне было интересно, какие курсы по мышлению, мне было интересно, сколько они стоят, а я сразу хотел сделать платный и дорогой продукт. я хотел сделать что-то с одной стороны для друзей в первую очередь, а с другой стороны ну вот знаешь, когда мы покупаем дорогой продукт, этому сопутствуют два процесса, которые мне очень нравятся. первый процесс выбора. Когда мы собираемся купить дорогую вещь, мы гораздо дольше выбираем. И мы обязательно вынуждены потратить время, чтобы разобраться в этой области. Мы редко купим дорогую вещь, которая нам не нужна, но когда мы ее покупаем, мы понимаем, что мы хотим ее. Поэтому я подумал, сделать этот курс дорогим. А вторая, когда мы покупаем дорогую вещь, мы заканчиваем долгий сложный процесс, и мы получаем большое удовлетворение. Потому что мы понимаем, немногие ее купят, а мы это сделали. И когда я смотрел на курсы, которые есть сейчас в доступе, я видел любопытную вещь. Действительно много курсов по мышлению доступно, но при этом все они это курсы обучающие каком это мышление. Дизайн мышления, инженерное мышление, такое-сякое мышление, но курсов по мышлению как таковому я не нашел. И мне кажется, здесь упущен важный момент, что многие люди думают, что мышление это некоторая врожденная способность, которая сама собой развивается и не думают о том, что само мышление как инструмент. Им тоже можно и нужно заниматься. С одной стороны, это некоторый филотаж, изучать мышление как таковое, как абстракцию, это как бы удел высоколоба. с другую стороны, кажется, как раз для многих людей этой ступени не хватает. То есть, я увидел много аналогии, когда люди, например, хотят заниматься здоровьем, хотя бы здоровым, они идут занимаются фитнесом, идут ищут диету, проходят программы очищения. На мой взгляд, хороших результатов, устойчивых и глубоких достигают те, кто в какой-то момент решает понятие, что же такое здоровье. В твоем случае, например, есть куча техник взаимодействия, технологий, есть там скрамы, какие-то групповые методики игры, но я субъективно принял свое решение уделять внимание твоим разработкам, потому что, на мой взгляд, ты решил разбросаться в том, что же такое взаимодействие. И в этом плане копнул глубже. вот. Поэтому вот такая моя вот, что я задумал. Я задумал сделать курс по тому, что же такое мышление как таковое. Я задумал дать людям представление о мышлении и, с одной стороны, использовать много практики, которые... Ты завис у меня, кстати, я тебя перестал видеть. А сейчас? А сейчас снова вижу. Много практики и понимания, что такое мышление. Оно, конечно, субъективное, на мой взгляд, может очень людям помочь. А с другой стороны, попробовать наконец пользоваться своим талантом рассказывать просто о сложных вещах. Я здесь заканчиваю введение то, что я задумал. Вот что я задумал. Я задумал сделать такой курс. У меня было много мыслей, я их сильно укорачивал. И пока что я говорю про один семинар, вводный семинар. можем максимально упростить, максимально сузить формулировку такой вводный семинар введения в основу мышления. Минимум, минимум. У меня получается пара часов. И вот я думаю, что к следующим выходным я буду готов его провести и посмотреть на результаты. дальше я бы хотел обсудить с тобой саму эту идею. Мне интересно, что ты скажешь. Дальше я могу рассказать кратко о содержании этого семинара. А могу порасспрашивать тебя о том, что абстрактный ты хотел бы такого семинара получить. То есть я бы порасспрашивал тебя о том, как ты смотришь на свое мышление, как ты его понимаешь, как ты понимаешь его границы и как хотел бы их раздвинуть. Начнем тогда с того, что ты думаешь в целом. Что я думаю в целом? Сейчас, пять секунд. я попросил любимую дать зарядное, у меня заканчивает зарядка. Сейчас я запитаюсь. Все, я запитался. Первое. сама идея, которую ты поднимаешь, она офигенная. Мне очень нравится. Мне очень нравится, мне очень интересно тот заход, с которого ты выйдешь в эту задачку. Сам я тот заход, с которого ты выйдешь в эту задачку. Я сейчас нахожусь в состоянии упаковки технологии керем-тесак. Ты знаешь, первая технология это мы договариваемся. И как раз вопрос про то промышление, я собирался сделать что-то подобное, то, что делаешь ты, в рамках своих технологий. С той же самой мотивацией, с которой ты проговорил. То есть я взаимодействую с людьми, захожу в команду и консультирую, и повторяю прям один в один твои слова, сталкиваюсь с ситуацией, что многие вещи, если бы мы договорились об этом чуть ранее, или если бы я показал и объяснил и рассказал, какими понятиями мы будем пользоваться, почему я делаю то и то, и как мы пойдем, это бы сильно облегчило. Поэтому, может быть, я не задумывался о том, чтобы сделать курс про само мышление, но то, что затронуть эту тему в самом прямом виде, я точно планировал это сделать, и у меня вызрел свой подход, как это сделать именно с практической точки зрения. Ну, своя теория и гипотеза, как бы это можно было бы сделать. Вот, поэтому, отвечая на твой вопрос, как мне теория промышления вообще, но я полностью с тобой согласен, что эта штука тренируется. Мало того, ну, как ты знаешь, весь буддизм вообще, цель буддизма достичь просветления для блага всех, опросветления, это раскрыть свой собственный внутренний потенциал. Раскрыть свой собственный внутренний потенциал, и это и есть промышление, это изменить восприятие и восприятие мира, и вообще в очень широком смысле этого слова. Вот, поэтому, поэтому в конечном итоге я уже много раз, ну, Цукер говорил, и вообще много я уже слышал статей, что все потихонечку двигается сейчас в сторону, в конечном итоге для меня весь мир двигается в сторону самореализации человека, то есть все те действия, которые делает человек в своей жизни, должны приносить ему удовлетворение, радость, смысл, и в конечном итоге раскрывать его потенциал. Кстати, читаю сейчас книжку «Поток Михая, Чексент Михая», вот, и он как раз там очень четко описывает, что это состояние потока тренируется, оно создается, и, собственно говоря, не такое уж оно и сложное. Получать радость и удовлетворение и каши от любой деятельности, которая перед нами стоит, и это возможно. Вот, поэтому, 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 ну, ты знаешь, весь коучинг – это наука о мышлении, собственно говоря, в том вариации, как мы обучились, как мы обучались в Эриксоновском университете. То есть, вот я тебе набрасываю кучу аргументов в пользу поддержки тезиса того, что изучать мышление, смотреть на мышление, осознать мышление, работать с ним и тренировать его, это, ну, с моей стороны, с моей точки зрения, чуть ли не самая главная задача человечества, вот, не побоюсь этого слова сказать, и людей. Вот, ну, и еще раз подтвержу твой тезис, это точно обучаемо, это точно тренируемо, и это, ну, абсолютно точно. И существуют разные техники и технологии к этому. Вот. Что же такое мышление? Мышление – это диалог сознания с бессознательными уровнями. Это диалог сознания с бессознательными уровнями психики. С моей точки зрения, мышление это, когда мы делаем запрос и получаем мысль. Мысль мы получаем, мы не знаем, откуда мы ее получаем. Она всплывает у нас в голове как уже, как некая данность. Мы можем думать, что это из нашего опыта или не из нашего опыта. Есть разные уровни психики, сознания, подсознания и так далее. Но я думаю, что мышление – это вот про вот это. ответ на твой вопрос относительно того, что я думаю вообще. И мне очень интересно. Ну, то есть, я увлекаюсь этим, изучаю это, я вижу это, наблюдаю это в разных ситуациях. И мне очень интересно развивать свое мышление. И мне очень интересно помогать, способствовать, поддерживать людей в развитии их своего. Скажи, как ты представляешь себе ну вот если у тебя в голове система системное понимание о мышлении. Ты сказал, что мышление – это диалог сознательного с бессознательным. Но если бы ты например, к тебе пришел бы сын и сказал бы папа, я хочу понять, что такое мышление. Я хочу, чтобы у меня было хорошее мышление. Что мне делать? Как мне овладеть этим? Как мне этому научиться? Как бы ты ответил? Я бы ему ответил так. Сына, существует много разных теорий про то, что такое мышление. Короткое определение я бы сказал вот такое, которое, ну я сказал, но это определение по большому счету ничего не дает. Ну оно ничего не дает, оно определяет, но ничего не дает особо. И вот думая, ну то есть ты понимаешь, что вот я там 20 лет изучаю буддизм и практикую и медитирую. То есть я там 2006 года обучался на коучингу. Я думаю, ну то есть существуют разные системы, но я выбираю вот такую. Наше мышление неотделимо от нашего языка. и через язык мы можем выйти к категории мышления. И мне очень нравится идея книжка есть пять уровней корпоративной культуры. Написал ее Дэйв Логан. И он говорит, что собственно говоря наши уровни нашего мышления это то, как мы говорим определяет то, как мы думаем. Или то, как мы говорим показывает тот уровень мышления, на котором мы находимся. То, что мы транслируем своими словами, говорит о том, какой уровень нашего мышления. И мне очень нравится простая идея о том, что если добавлять в наш разговор определенные слова, то именно применение определенных слов будет развивать наше мышление. И я закладываю именно такой подход я хочу именно такой подход в своей базовой основе я хочу положить в технологии термин-тезак. Это избавляет нас от ухода в всевозможные разные нейробиологические дебри научные. Я не говорю, что это плохо. Я очень уважительно отношусь к нейронауке. И есть разные опять же я думаю есть разные подходы к мышлению. Но я выбираю самый простой. Я провожу параллели и говорю, что мышление равно то, как мы говорим. И мы можем применяя определенные слова менять свое мышление. Я нашел к примеру. Я обратил внимание на то, какими словами я пользуюсь. Именно слова, которые выводят на иной уровень мышления. И на сегодняшний день составил список первый мой список это семь слов. Семь слов или групп слов, применяя которые в диалоге, в повседневном диалоге и в коммуникации наше мышление меняется. Вот. Что это за семь слов? Что это за семь слов? Я сейчас давай произнесу тебе по памяти. Если не вспомню все, то открою список и предлагаю его посмотреть на этот список. Мне самому интересно до конца. я как раз сейчас работаю с этим и вот то, как я тебе сейчас буду про это говорить, это как раз моя работа с этим. Эти семь слов. Не хочу придумывать на память. Если ты не возражаешь, я буквально уже открыл. Вообще многое, ну, то есть вот про мышление касается, про мышление, о, кстати, про мышление. Сейчас перед тем, как я скажу об этом, есть очень хорошая лекция Переслегина, и он как раз создает, он говорит там про лестницу мышления. Она мне очень зашла, и она мне очень нравится. Он говорит, что существует лестница мышления, пол возрастающей, и он дает определение. Первая ступенька это мышление обыденное. Мышление, в котором мы воспринимаем мир на уровне, что вижу и чувствую, что, что я чувствую, могу пощупать, потрогать, осознать, вкусить, то есть через органы чувств, такой мир существует. То есть он называет научным мышлением, или это мышление об абстракции. У обыденного мышления границей является абстракция, то есть абстракции не существует, значит, абстракцию нельзя почувствовать, пощупать, потрогать, значит, ее не существует, говорит обыденное мышление. Научное мышление начинается с абстракции, число это абстракция, ну и включая там все физические законы, математические, вообще вся наука, это мышление, которое оперирует абстракциями. Инструмент там логика. Соответственно, границей у научного мышления является противоречие. Там, где логика входит в противоречие, то есть так называемые парадоксы, там наука заканчивается. Она говорит, парадокс, все, мы останавливаемся, логика не действует. Соответственно, но и это второе мышление, оно называется научное. Третье мышление называется диалектика, он называет диалектикой. Диалектика это мышление о разрешении противоречий. И первый уровень разрешения противоречий это бинарные противоречия, то есть двойные. И об этом вообще Трис, об этом вообще Оди организационно-деятельностные игры, об этом Щедровицкий, ну вот Альшулер, это вот все об этом. То есть тот уровень мышления, которые помогают нам разрешать противоречия, в принципе их разрешают, это диалектика. Бинарные противоречия — это диалектика, тринарные противоречия — это триалектика, четырехбинарные противоречия — это квадролектика, ну и так далее. И вот этот подход мне очень... Ну, то есть если говорить про мышление, вот эта вот лестница мышления, она мне очень зашла и очень нравится, собственно говоря. И общаясь с другими людьми, я иногда замечаю, «О» — обыденное, «О» — научное, «О» — бинарное, ну и так далее. Вот, про мышление. Вот это вот важная штука. Теперь, собственно говоря, возвращаюсь к словам. И может быть, я сыну объясню про мышление именно вот через лестницу мышления, потому что оно, мне кажется, несложное и простое. И, наконец, слова. Вот первое слово, я их тебе... Первое слово. Правильно ли я понял, что? Щедровицкий вообще в своей лекции как-то на... Он прям... Он очень серьезно уделил вот этому важному штуку, потому что если человек использует, правильно ли я понял, что, значит, его уровень мышления достаточно высокий, потому что он подразумевает, что он может неправильно понять другого человека. А это уже достаточно высокий уровень. То есть прояснение значения, правильно ли я понял, что, это прям существенный скачок. Следующее слово актуализировать. Актуализировать... Если у нас имеется какое-то событие, какая-то договоренность, какое-то что-то, о чем мы когда-то с тобой говорили, то очень важно использовать это слово. Давай актуализируем то, о чем мы с тобой в прошлый раз говорили. То есть проявить... 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 Проявить актуальность относительно того вопроса, на который мы сейчас смотрим. Третье слово... Это какова вероятность по десятибальной шкале. Это из коучинга. Я заметил, что люди обладают мономышлением. Белое или черное. Если люди могут разложить объект на дискретные части, то есть, если люди могут по отношению к чему-то сказать, я чувствую это на 7 из 10, или мне нравится это на 6, значит, это уже высокий уровень мышления, когда человек начинает бить в мышлении объект на части и видеть его составные части. И в этом смысле простой вопрос, какова вероятность по десятибальной шкале, это очень высокий уровень мышления. Если человек может это ответить на этот вопрос, он молодец. Ну и, соответственно, уровень моего мышления выше. Следующее слово очень простое, называется думаю вслух. Это тоже офигенно, очень простое слово. Я сейчас думаю вслух. Это говорит о том, что уровень мышления таков, что я не боюсь ошибаться. Я сейчас проговариваю для того, чтобы самому лучше понять о том, что я, собственно говоря, хочу сказать. И вообще, вот уровень отношений людей, когда один человек может другому сказать, слышу, я сейчас думаю вслух, это очень высокий уровень принятия и мышления. Ну, из коучинга вообще, то есть мы понимаем, что проговаривать, мы именно проговаривая вещи, мы на самом деле думаем. Следующая очень простая штука называется какой следующий шаг? Мы очень много, мы можем говорить много-много-много-много-много, много-много, но простая, простой вопрос, итоги встречи, окей, какой следующий шаг? он хорошо дисциплинирует вообще все, ну, все действия проекта или отношений, или вообще чего бы то ни было. То есть мы можем пребывать в состоянии потока, и это здорово, и это классно, но хорошо, это какой следующий шаг? Очень простая фраза или слово, которое существенно выводит на иной уровень мышления. Следующий вопрос, это вопрос, следующее слово, это вопрос, что нас может остановить? Это из коучинга, и он в связи вместе с коучингом. Следующий вопрос, который выглядит, что мы хотим получить в итоге, каков наш ИКР? Идеальный конечный результат. Это вообще высший пилотаж, то есть если люди в начале диалога проговаривают друг другу, а что они хотят получить в итоге, это высокий уровень мышления. Если мы просто используем это слово, и можем его использовать, и понимаем, зачем и почему мы его используем, это многое облегчает, но и опять же выводит на иной уровень. Следующий вопрос, это мы сейчас в рамках какого вопроса находимся? Вот сейчас я нахожусь в рамках вопроса, как бы я объяснил сыну, но я уже немножко глубже ушел, ушел от этого вопроса, но передаю тебе что-то большее, не как сыну, а как Андрею, но понимание того, в рамках какого вопроса мы сейчас вообще с тобой говорим, это круто. Ну и последнее, это последнее из Голдрата, покажи свою логику, свои предпосылки, то есть если человек просто показывает свой тезис и говорит, почему он к этому пришел, какие предпосылки и логика привели его к этому, если человек вообще понимает про слово предпосылки и может говорить, почему он так думает сейчас, к чему, какие предпосылки и логические предпосылки привели его к этому, В общем, вот. То есть для меня вопрос о мышлении я свожу к вот такой простой практической штуке и думаю, что если с людьми договориться про то, что мы будем применять вот такие слова в своем диалоге, это уже офигенно достаточно для того, чтобы выйти на существенно иной уровень мышления. Ну вот так, сына. Применяешь ли ты эти слова? Хочешь ли ты их применять в своей жизни? Я понял твой заход. Мне он очень нравится. Я хотел бы взять его в свой семинар в таком-то виде. Если ты сошлешься на меня, я буду горд и счастлив. Ну а я с удовольствием, ну я думаю, что я возьму что-то из твоего и я потом буду использовать твои наработки, тоже буду на них ссылаться. Да, я, конечно, если я возьму, я, конечно, туда сошлюсь. Я насчитал девять, а не семь. Ну, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. А, их на самом деле десять даже. Я их расширил. Я открыл сейчас свой Эверноут, и я просто тут докидываю по ходу дела. Кстати, промышление. Очень интересная штука. То есть, как только я... У меня пришел инсайт относительно слов, как только я сформировал список, мне начали приходить инсайты относительно того, какие слова я использую. Я просто держу его под рукой, и как всю секунду, когда оно приходит, я сразу же записываю. И последняя у меня осознанность была, что их было семь, а на самом деле вот получается девять. И десятое, оно очень простое, очень простое, но даже банальное какое-то, я вот думаю, включать его и не включать, это про то, чтобы согласовывать с человеком, ну, то есть, спрашивать в конце, хорошо? Ну, то есть, я там сделаю вот это, хорошо? То есть, максимально уходить от приказов. Максимально уходить от... То есть, согласовывать с человеком понимание или свое действие, или я там планирую... Я хочу сделать вот это, хорошо? То есть, вот такая вот простая приставка, может, кое-что поменять, тоже важна такая штука, согласовывание. Так что, десять. Да. Мне понравился подход, метод, и я сразу начал... Мне сразу начали приходить следующие слова и вопросы, которые можно было бы в список добавить. И первое, что мне пришло в голову, это вопрос, как ты понимаешь термин? Как ты понимаешь слово? Ник, второе. Дописал. Потому что в семинаре, который я делаю, есть секция про связь мышления с языком. Я пока ее не собрал, саму внутри, но один из главных моментов там должен быть в том, что люди живут в подсознательном представлении, что для всех словами это один смысл и одно значение. Но на практике это не так. На практике это не так. Сильно не так. И вообще, вот это есть знаменитое треугольник знак смысл-значения значение смысл. Которым большинство людей, конечно, не владеют и поэтому попадают во много ошибочных ситуаций и ловушек. Вопрос согласования смысла и термина слов. Согласование понятийного аппарата вообще. Он центральный. Я тут полностью с тобой соглашаюсь. Да, плюс еще есть разделение между смыслом и значением. Это тоже важно. Ходи на мой семинар. Окей. Я, конечно же, расскажу об этом прямо сейчас, но таким образом, возможно, еще больше заинтересую тебя. Значит, смотри, какая между ними разница. Смысл это объект, который стоит за символом. Например, вода это слово или символ. Вода. и смысл воды это химический элемент с формулой H2O, имеющий там, являющийся важным растворителем основы углеводной жизни, имеющий четыре агрегатных состояния или там три агрегатных состояния, неважно. Существующий в виде льда, жидкости, пара, там, не знаю, молекулярный газ какой-нибудь можно причислить, это неважно. Но суть в том, что вот смысл слова вода. То есть, есть символ, это может быть слово, а может быть рисунок в виде капли, вот смысл этого слова. А дальше есть значение слова вода. И вот здесь обратили внимание на тонкость. Вот для жителя пустыни и, например, для жителя приморского города слово вода будет иметь принципиально разное значение. Потому что для жителя пустыни вода – это все. Это буквально все. То есть, житель пустыни отдаст тебе золото за воду. В его картине мира вода – это центр всего. Это как для жителя, например, северных регионов обычно солнце. это все. И когда, например, житель пустыни приезжает в... Ну, особенно житель неразвитой пустыни, например, абориген какой-то, приезжает в город, а кто-то, например, открыл бутылку или взял стакан с водой, выпил глоток, покрутил и выплеснул. житель пустыни говорит, что ты делаешь? А житель города говорит, это всего лишь вода. Их значения здесь разные, хотя смысл одинаковый. Они оба понимают, что вода, это штука, которая летит с неба, это жидкость, она бывает такая. Для них вода, как объект, одинаково. И когда они говорят вода, они подразумевают одно и то же. В этом смысле смысл значения слова для них одинаковый. Смысл значения вода для них одинаковый. Ранее я понимаю, что за словом значение здесь в данном случае синонимом будет являться ценность. Ценность этого слова для конкретного человека и ситуации. То есть значение как ценность, как вес, как... Ну, ценность, на мой взгляд, заужает здесь семантику. Это в ту сторону, о которой ты говоришь. Но ценность подразумевает на мой взгляд, ценность подразумевает некоторую шкалу и возможность сравнивать. И тогда для разных людей какое-то понятие может иметь сравнимую ценность, но очень разное значение. Например, возьмем космос. Вот для одного человека космос это возможность запустить спутник и иметь спутниковый интернет, космос. А для другого человека космос это ну, некоторое метафизическое выражение красоты и величия мира. и когда эти люди общаются и один говорит я люблю космос. Они за словом космос понимают одно и то же. Это вот то, что находится там. Смысл этого слова для них одинаковый. То, что находится вне планеты, вот эта черная пустота, в которой находятся звезды. А, тогда я другого предложу определение. Да. Правильно я понимаю тогда, что тогда, что смысл это общеразделяемое, а значение это индивидуальное. То есть значение это индивидуальный смысл этого понятия или знака. давай сейчас определим это так. Сейчас говорим об этом так, но на следующем шаге я скажу, что оно не столько индивидуальное, сколько культурное. Ну, или культурное. Да. индивидуально культурное. Угу. Ну, окей. Согласовались? Да. О, кстати, еще одно слово согласоваться. Оно центральное. Мы сейчас все слова договориться и согласоваться. То есть согласоваться это значит прийти к согласию относительно ты согласен и я согласен относительно чего бы то ни было. для меня это центральное слово, когда я сказал, что как ты понимаешь слово, это и было согласоваться. наше время заканчивается. я сделал несколько пометок во время нашего разговора. Ты снова напомнил про 5 уровней корпоративной культуры. это классная штука. Да, она очень простая и тем она классная. Да, я не знаю смогу ли я взять ее для семинара и захочу. Мне кажется, что она чуть в сторону, она сама по себе хороша. а вот подход к фразам как к инструментам мышления мне нравится. я в окончании хочу пробежать по основным блокам своего семинара, чтобы они у тебя подсознание гнили. И на этом буду готов закончиться своей стороны. Хорошо. Когда я думал о том, что я думаю о мышлении, как я его представляю, я быстро пришел к тому, что я смотрю на мышление в нескольких аспектах. Я насчитал их пять. Это значит, что на мой взгляд у мышления есть как бы пять проявлений, пять пространств, пять природ. Каждая из которых на мой взгляд сильно отличается от других. Это другая природа буквально. И важно для понимания мышления в целом. Если бы ко мне пришел человек и спросил, что такое мышление, я бы рассказывал ему об этом. А ты опять перестал мне двигаться. А вот так? Нет, не продолжил. Все равно не двигаешься. Не двигаешься, я тебя хорошо слышал. Да, я просто тебя не... Понимаешь, что мы не потерялись. Эти пять аспектов следующие. Первый аспект, как бы ты не хотел его избегать, это физиологический. Физиология влияет на мышление. Мы не знаем точно, является ли она продуктом физиологии, является следствием организации материи. Это сейчас вопрос дискуссионный. Но мы точно знаем, что состояние материи, состояние организма влияет на мышление. И я считаю, что хорошо знать про мозг и нейронные сети, про нейрофизиологию про биохимию, про влияние гормонов и нейромедиаторов на мышление, про влияние сны, еды, сны, сна, еды и образа жизни на мышление. То есть важно понимать, при работе с мышлением, что наше состояние физическое, наше настроение, наш образ жизни влияет на мышление. в обе стороны. Как то, что мы едим, влияет на то, как мы думаем, так как мы думаем, влияет на то, что мы едим. И в этом плане я абсолютно убежден, что мышление, работая над своим мышлением, можно лечить болезни, молодеть и влиять на мотивы вокруг. Второй аспект языковой, как ты правильно заметил, я буду говорить о том, что мышление связано с языком, фактически, что мышление существует на языке, и есть даже более предельные утверждения, например, в школе Чедроицкого построено о том, что мышление есть язык, нет языка, нет мышления. Я считаю здесь мягче, я считаю, что у животных может быть мышление, хотя нет языка, в том смысле, как его понимает биодология, но в этом смысле почему важно изучать языки, почему я считаю, что большинство людей, говорящих, например, на русском языке, этим языком не владеют, и соответственно, как мышление проявляется в языке, почему важно заниматься языком. Третий аспект я называю сейчас прикладным или инструментальным, и здесь я буду говорить про то, что бывают разные способы мышления, ну, например, можно назвать творческое мышление, инженерное мышление, математическое мышление, музыкальное мышление, дизайнерское мышление, они разные, у каждого из них свой язык, область применения, свои инструменты, и здесь важно понимать, что если мы хотим получать результаты в какой-то области, там может быть свое мышление, его можно изучать, какие-то мышления применимы в соседних областях, какие-то нет, и это большая область. Четвертый аспект это культурно-исторический аспект, и здесь я буду рассказывать про то, что мышление вообще-то развивается, мышление сегодня и мышление тысячи лет назад это разные вещи, люди мыслят сегодня не так, как раньше, и язык меняется, соответственно, и мышление сегодня, мышление в будущем будет другим, и сегодня оно развивается тоже, и есть, ну скажем так, передовые, устаревшие и современные проявления формы мышления, и это важно знать. Мышление меняется, оно эволюционирует. И последний, пятый аспект, я его называю в социальном смысле, что мышление возникает во взаимодействии, опять же, есть жесткий тезис, что один человек мышл закинет человек на его я не буду говорить так жестко, хотя отчасти я с этим согласен, но я буду говорить про групповые формы мышления, про то, что мышление бывает не только индивидуальным, позиционное, ролевое мышление, про понятие грегоров, про понятие общественного мнения, не связанное с этим эффектом. Соответственно, я буду рассказывать про пять аспектов мышления, физиологический, языковой, инструментальный, культурный и социальный, и показывать, как в каждом из этих аспектов мышления проявляется, какие там есть инструменты, техники. Дальше я хочу рассказать про две складные вещи, которые, я считаю, складные для мышления. первое, это то, что мышление, в общем, это способность, что мышление определяет то, как человек представляет мир. Ну, то есть, в том смысле, что человек видит не то, что видит, а человек видит то, что знает. Человек видит то, что понимает. И в этом плане наше представление о мире прямо зависит от нашего мышления. То есть, для того, чтобы, например, увидеть предательство. То есть, с нами может произойти предательство, нас могут предать, но если мы не знаем, что такое предательство и не понимаем этого, мы этого не узнаем. И, соответственно, я буду утверждать, что во-первых, человек видит только то, что знает, а во-вторых, все, что человек может представить, он может этого достичь. В этом плане, мышление полностью определяет качество нашей жизни. И второе, я хочу рассказать про то, что не все, что происходит у нас в голове, является мышлением. то есть, когда мы о чем-то думаем или когда мы что-то представляем, это не всегда мышление, и что для меня граница мышления лежит в работе с моделями. Для меня мышление начинается там, где человек в голове создает модель того, что он видит. начинает ограничивать, выделять свойства взаимодействия с другими объектами, таким образом строить систему понятия у тебя в голове. И в этом плане мышление в некотором смысле равно абстрактное мышление, но не равно, потому что абстрактное мышление это работа с чистыми абстракциями, а мышление по широкому смысле обычно работает с моделями реальности. Вот такое примерно содержание я хочу обсудить, я хочу рассказать. Понятно, у тебя вводный семинар будет платный? Да. Стоимость ты озвучишь потом, сейчас? Я не знаю пока, я смотрю, я живу с этой мыслью и пытаюсь почувствовать, сколько это может стоить, и мое интуитивное, я говорил с некоторыми людьми, со знакомыми, которые делают платные образования, на том, сколько это может стоить, и как вообще к этому подходить, у меня пока нет ответа, но если интуитивная цифра, это 6 тысяч рублей. Поэтому, возможно, она останется такой, но вряд ли она увеличится в любую сторону больше, чем в два раза, или, ну, в смысле, изменится в любую сторону больше, чем в два раза. Может быть, будет 3, может быть, будет 10-12, но вряд ли за этими границами. Понятно. У меня все с моей стороны. У меня две вещи, последние, завершающие. Первый вопрос, что тебе было ценного сейчас в нашем с тобой диалоге, что для тебя было ценного, и мой второй вопрос, мы сейчас делали запись, могу ли я эту запись выложить на своем канале, ну, YouTube-канале. мне было ценно те вещи, которые я сказал, что я обозначил их себе, мне было ценно услышать твой подход к инструментам мышления, к вопросам, как инструментам мне кажется, это хороший инструмент, и он достоин того, чтобы описать его, и того, чтобы вы людям дать. У меня пока ворох инструментов в голове, я пока их не систематизировал, не описал, но очевидно это нужно сделать. Забавное наблюдение, мне было любопытно посмотреть, как за время нашего разговора у тебя стемнело. У меня чувство, что мы говорили очень долго, это был час. А это был ровно час, да, запись идет ровно час. И я не против того, что ты выложишь это видео где-то, я не против, что ты выложишь это видео где-то. хорошо, по сути, тебе спасибо, я с большой вероятностью сейчас у меня намерение после всего нашего с тобой разговора прийти на семинар, на твой семинар, ровно и вещи, которые ты поднимаешь и показываешь, то, как ты их упорядочиваешь, мне интересно, ну, мне интересно, интересно это увидеть и интересно в этом исследовании быть дальше, потому что я думаю, что здесь все только начинается, все только начинается, вот. Мне очень ценным было как раз полное совпадение наших намерений относительно того, почему мы это делаем, то есть как выстраивание заранее выстроить язык с теми командами и друзьями и людьми, с которыми мы будем взаимодействовать в дальнейшем. Вот. И я вот такая практическая штука, то, что ты говоришь, что у тебя в этом есть необходимость и у меня в этом есть необходимость, то есть вот такое совпадение один в один мне кажется классным, ну, ценным для меня. Ты это проговорил и я это осознал, но это еще больше, это сейчас еще больше мотивирует меня доделать мою часть по упаковке технологий Керем Тесак и как раз вот эту вот часть связанную с мышлением. Вот. Так что громадное тебе спасибо. И спасибо тебе. Тогда до следующих встреч. до связи. Увидимся. Пока-пока. Пока.